Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Револьвер». Я ее ведущий Сергей Хистанов. Сегодня мы поговорим о насущной теме, которая касается, без преувеличения каждого россиянина, о девальвации российского рубля. Уже не первый год, не первый день, прошу прощения, рубль снижается, ажиотаж нарастает. Сегодня курс доллара достигал 35 рублей за доллар. Возможно, сегодня Центральный банк наш поставил рекорд по валютным интервенциям. Выводы делать еще рано, но говорят о том, что, может быть, Центральный банк сегодня продал валюты на 2 миллиарда долларов. Если это так, то это будет абсолютно рекорд нового времени. Поговорим о причинах девальвации, о ее последствиях и о возможных границах. То есть, чего ждать, как, скорее всего, будет развиваться динамика валютного курса в обозримом будущем. Прежде всего, почему девальвация вызвала такую бурную реакцию почти всех слоев российского общества? От людей достаточно состоятельных до людей с небольшим достатком. Главная причина заключается в том, что россияне поколениями привыкли к ситуации, когда за снижением рубля следуют какие-то экономические катаклизмы. Так было в преснопамятном 1991 году, так было в 1998, так было не так давно в 2008 году. То есть, за падением рубля следовались существенные экономические катаклизмы. Как вследствие, малейшая там динамическая реакция валютного рынка, и россияне начинают панически скупать валюту. Иногда, кстати, это бывает рациональным поведением, но иногда и не очень. Вот у нас на линии звонок, давайте попробуем ответить на вопрос радиослушателя. Алло. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Владислав. Здравствуйте, Владислав, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Александрович. Вот у меня такой вопрос. Текущая ситуация, вот эта девальвация, которая происходит, все-таки она осуществляется правительством сознательно, правительством Центробанком, или они просто сейчас не могут ее остановить. И второй еще момент, как вы считаете, для российской экономики, есть ли какие-то положительные моменты в том, что рубль будет ослаблен? Ну, вот давайте последовательно отвечу на ваш вопрос. Прежде всего, в настоящий момент снижение рубля, если оно будет достаточно умеренным, с одной стороны благоприятно для бюджета, с другой стороны благоприятно для экспортеров. Поэтому, в принципе, вот если смотреть с позиций государственных, игнорируя там интересы граждан, то девальвация вещь достаточно полезная. С другой стороны, если девальвация пойдет далеко, то она неизбежно разгонит инфляцию, что, естественно, приведет к снижению реальных доходов и благополучия российских граждан. Поэтому та девальвация, которая есть сейчас, уже фактически ликвидировала дефицит бюджета. Поэтому в чем-то это явление стихийное, в чем-то это явление отражает интересы государственного бюджета. Если же говорить о том, кто приобретет, кто потеряет в результате девальвации, то прежде всего девальвация поможет экспортерам и тем российским предприятиям, которые что-то производят и как-то, соответственно, конкурируют с импортной продукцией. А вот те россияне, которые являются обычными гражданами, они от девальвации немного потеряют. Опять-таки, если девальвация ограничивается уровнем 10-15%, как это сейчас представляют себе эксперты. И во многом ситуация будет зависеть, естественно, для нашей страны от нефтяных цен, на которые, к несчастью, повлиять мы не можем. Вот, ну, поживем, увидим. Тем не менее, скорее всего, значительная доля ослабевания рубля, которая должна была произойти в этом году, уже прошла, а в ближайшее время, может быть, мы увидим какой-то отскок назад. Но мы подробно именно о сценариях валютного рынка поговорим во второй части нашей программы. А сейчас рассмотрим, почему девальвация важна, почему, какие последствия она может иметь, как относятся к этому процессу наши регулятивные органы, то есть Центральный банк, Минфин. И попытаемся во второй части программы сделать какие-то практические выводы, чего ждать, чего бояться, а чего, наоборот, напротив, бояться не стоит. Итак, возвращаясь к причинам девальвации. Вот так уж человек устроен, что его всегда интересует вопрос, почему. Вот что-то происходит, что-то нас волнует, нам всегда интересно, почему. Главная причина, которая вызвала значительное снижение курса российской национальной валюты, это падение счета текущих операций. Это вот красивое слово, красивое словосочетание, означает, что наша страна тратит валюты на отток капитала и на импорт импортной продукции все больше и больше, а зарабатывает в основном за счет экспорта все меньше и меньше. У нас импорт растет темпами опережающими, а экспорт фактически стагнирует. Более того, если говорить об экспорте углеводородов, основа основ наших экспортных поставок, это порядка 70%, то он за прошедший год даже немножко снизился на величину, правда, менее 1%. Импорт же, напротив, растет. Соответственно, падение счета текущих операций, или, говоря простыми словами, падение разницы между тем, сколько валюты страна зарабатывает и сколько валюты страна тратит, и приводит к тому, что наш российский рубль ослабевает. Вот эта вот ситуация, когда национальная валюта ослабевает, она некоторым российским предприятиям, некоторым российским гражданам полезна, но некоторым не очень полезна. Поэтому давайте попытаемся разобраться, кому выгодно. Прежде всего, самый главный выгодоприобретатель ослабления российского рубля – это государственный бюджет. Все обязательства бюджета рублевые, то есть все пенсии, пособия, зарплаты бюджетников – это то, что выплачивается в рублях. У нас хорошо или плохо наши пенсионеры в валюте пенсию не получают. А в то же время значительная доля дохода бюджетов – поступление от экспорта, который, естественно, носит валютную природу. В этих условиях даже умеренное ослабевание российского рубля тут же улучшает наполнение бюджета. Вот как уже посчитали экономисты, даже вот то снижение курса, которое произошло там последнюю неделю, уже фактически сбалансировало бюджет. То есть мы закончили 2013 год с дефицитом, вот при нынешнем курсе рубля у нас дефицита уже нет. Вот, то есть что-то хорошее в этом определенно есть. То, что у бюджета не будет дефицита, это говорит о том, что государство гарантированно выполнит свои обязательства перед бюджетниками, перед пенсионерами. Возможно, пройдут некоторые индексации пенсий и пособий. То есть что-то позитивное в этом, безусловно, есть. Вторые выгодоприобретатели — это крупные экспортеры. Прежде всего, естественно, экспортеры нефти и газа, металлурги, экспортеры вооружений. Мы как-то всегда говорим о нефтегазовом секторе, но забываем о том, что у нас есть определенная доля высокотехнологичного экспорта. Это экспорт вооружений. Более того, Россия — серьезный игрок на мировом рынке вооружений. Соответственно, снижение рубля тоже увеличивает доходы этих предприятий. Кроме того, косвенно выиграют те предприятия, которые конкурируют с импортом. Не так уж их у нас много. Но, тем не менее, в пищевой промышленности, в легкой промышленности, в некоторых отраслях машиностроения эти предприятия есть. Соответственно, рубль ослабевает, импортная продукция делается гораздо дороже, и часть потребителей волей-неволей переключают внимание на продукцию отечественную. Это определенный позитив. Это, соответственно, приводит к тому, что предприятия зарабатывают прибыль, люди получают работу, предприятия платят налоги в бюджет, и, собственно говоря, пресловутое импортозамещение, о котором последние годы как-то подзабыли, вот оно, в принципе, при ослаблении рубля может поддержать отечественную экономику. Кстати, люди постарше, которые хорошо помнят события после 1998 года, знают, что та же пищевая промышленность просто встала с колен в результаты девальвации рубля. Импортные конкуренты стали настолько дороги, что большая часть россиян стала просто не в состоянии покупать импортную продукцию. Волей-неволей пришлось переключаться на отечественную. К сожалению, не вся отечественная продукция может конкурировать с импортом, но, тем не менее, в частности, производители мороженого просто вернули рынок после экспансии начала 90-х, когда импортные производители захватили отечественный рынок. У нас есть телефонный звонок, давайте, соответственно, его примем. Так. Вот на фоне вот этой девальвации рубля стоит ли ожидать повышения цен на автомобили в ближайшее время? Не только стоит, это почти неизбежно. Вся продукция, чья стоимость в основном формируется с использованием импортных компонентов, или вся она является импортной продукцией, вот она подорожает практически симметрично с ослабеванием рубля. Увы, ях, но, к сожалению, это неизбежно. Более того, даже часть продукции, которую мы традиционно считаем отечественной, вот, содержит в себе некоторые импортные компоненты. Будь то это отдельные ингредиенты, будь то оборудование, амортизация оборудования, которое используется для их производства. Поэтому, к сожалению, это болезненное следствие девальвации. Импортные товары подорожают, и это практически неизбежно. Вот, увы, ях. А через какой промежуток времени приблизить? Кстати говоря, еще есть время. Еще есть время. Товарный цикл поставок длится от месяца до двух, иногда трех. Поэтому, если вы там собирались купить какой-то точно импортный товар, то у вас есть еще, наверное, ну, от нескольких недель до месяц-полутора, для того, чтобы успеть это сделать. Потому что часть продукции завезена по старым ценам, и, соответственно, торговые сети еще не всегда, некоторые торговые сети еще не успели скорректировать свои цены с повышением курса. Так, и следующий радиослушатель у нас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. Вот я сейчас наблюдаю за процессом девальвации, да, падения рубля. И вот слышал сегодня, что в Индии, да, и в Турции их Центробанки повысили ставки. И вроде как это, ну, позитивно повлияло на их валюты. Вот. Как вы считаете, а не пора ли российскому, да, Центробанку так же поступить? Спасибо за вопрос. Я как раз хотел сказать относительно действий Центрального банка Турции, потому что он действовал быстро и решительно. Вот я даже думаю, что пройдет какое-то время, вот это решение турецких монетарных властей войдет в учебники для будущих экономистов. Вот. Решительно, как ударом сабли, ставка была повышена с уровня 7,75% до 12%. Это большой рост. Это действительно поддержало турецкую лиру. И более того, если так вот философски посмотреть на ставки в наше время, то почти для всех стран ставки выглядят заниженными. Вот известна история экономическая, которая гласит, что в принципе до 20 века 6 веков, вот вдумайтесь в масштаб, да, 6 веков в истории человечества, ставки процентные колебались в диапазоне от 6 до 10% годовых. Причем это были ставки в натуральных деньгах, то есть в золоте. То есть это были времена, когда все деньги были обеспеченными и обеспечивались либо золотом, либо серебром соответственно. Напечатать ни золото, ни серебро физически невозможно. И если сравнить, что происходит со ставками сейчас, то они аномально низкие. И возможно, когда мировой экономический кризис так или иначе будет преодолен, вот, к сожалению, я не берусь на себя ответственности предположить, когда это будет, ставки всех центральных банков подрастут, и этот рост ставок удержит мировую экономику от повторения кризисов, подобных нынешнему кризису. Но до этого достаточно много времени должно пройти. Тем не менее, вы абсолютно правильно сказали, что такой способ поддержки валюты, как увеличение ставок, это довольно хороший путь. Более того, этот путь, в кавычках, бесплатный для центрального банка, он не сопряжен с расходованием резервов. Потому что наш центральный банк уже несколько поставил рекордов по затратам резервов на поддержание курса национальной валюты. Понятно, что если девальвация продлится долго, то центральный банк просто лишится возможности поддерживать рубль, это может спровоцировать резкое движение. Поживем-увидим, но пример турецкого центрального банка говорит о том, что, в принципе, вот такой способ поддержания, как повышение ставок, имеет право на жизнь. Так, у нас есть еще звонок? Алло. Да-да, здравствуйте. Да, добрый вечер. Алексей, меня зовут. У меня такого рода вопрос. Может ли быть выгодной данная девальвация, бесценивая рубля, вот, к примеру, ситуация. На данный момент я имею депозит в долларах. Планирую его использовать в 2015 году для покупки недвижимости. И вот разгоняемая девальвация и инфляция, насколько она положительна для меня, какую роль может сыграть, положительную или отрицательную? Вот в этом вопросе. Но долларовый депозит. Если вы открыли свой депозит достаточно давно, когда ставки по доллару были гораздо выше, чем сейчас, то, скорее всего, для вас девальвация – это умеренно положительное событие. Умеренно положительное событие, потому что, с одной стороны, цены рынка недвижимости российского, тем более московского региона, привязаны к доллару. Но, с другой стороны, рынок выглядит достаточно сильно переоцененным. Если вы планируете покупку год где-то ориентировочно 15, то весьма вероятно, что, с одной стороны, валютный депозит позволит вам сберечь деньги от рублевой инфляции, плюс получить какой-то процентный доход. А, с другой стороны, к тому времени достаточно вероятно, что произойдут там заметные подвижки на рынке недвижимости. Потому что ни для кого не секрет, что рынок недвижимости России вообще, и Москвы, и московского региона в том числе, выглядит достаточно переоцененным. Вот если вы в курсе, сколько стоит недвижимость даже в развитых европейских странах, то наша дороже от 4 до 6 раз. Вдумайтесь, не 10, не 20, не 40 процентов, а от 4 до 6 раз. Понятно, что россияне не зарабатывают столько, сколько, допустим, зарабатывают немцы, что потенциально создает возможность для коррекции рынка недвижимости вниз. А с учетом того, как развивается российская экономика, ну, 15-е, там, может, 16-е годы, весьма вероятно, что еще и рынок недвижимости, особенно в долларовом исчислении, снизится, и, скорее всего, вы получите возможность там купить недвижимость гораздо лучше, чем сейчас за те же самые деньги. Поэтому вот в вашей жизненной ситуации это, пожалуй, позитивно. Хорошо, возвращаясь к логике нашего рассмотрения. Понятно, что довольно выгодно для экспортеров, понятно, что довольно выгодно для бюджета, и понятно, что довольно выгодно для тех предприятий, которые из отечественного сырья производят какую-то продукцию у нас и хоть как-то конкурируют с импортом. То есть, естественно, конкуренты зарубежные за счет девальвации рубля станут менее конкурентоспособными, и есть надежда, что какие-то наши предприятия усилят свои позиции соответственно. Более того, если посмотреть чуть-чуть высоты птичьего полета, в частности, приведет ли девальвация к росту российского ВВП, то ответ на этот вопрос как раз и упирается в то, смогут ли хотя бы какая-то часть наших предприятий заместить импорт. Если в результате ослабления рубля хотя бы какая-то часть, понятно, что наивно думать, что многие, сможет потеснить импорт, то тогда девальвация конвертируется в будущий рост ВВП, в будущий подъем российской экономики. Вот именно то, получится или нет сделать хоть какое-то импортозамещение, сейчас уже подзабытое слово, да, одно время его часто употребляли, вот это и определит, пойдет ли девальвация на пользу. Если же, всегда нужно смотреть на ситуацию с положительной, с отрицательной точки зрения, вот если же нашим предприятиям, в общем-то, импортозамещение не удастся, тогда единственным итогом девальвации, вот после того, как колебания валютных курсов пройдут, там наступит очередное равновесие, успокоятся колебания, там войдет рубль в свой валютный коридор, тогда единственным итогом девальвации будет просто общее снижение уровня жизни населения. Вот, поскольку где-то, наверное, процентов 30 потребительской корзины среднего россиянина это валютные товары, да, соответственно, рубль упал, валютные товары подорожали, для нас это конвертируется просто в банальный рост цен. А поскольку ждать там адекватного роста зарплат оснований нету, то это говорит о том, что мы просто станем несколько беднее. Еще один фактор, кстати, заметно влияющий на девальвацию, который как-то вот выпал из внимания наших официальных монетарных властей, а на самом деле на процесс он тоже довольно драматическим образом влияет, это отток капитала. В 2013 году мы получили отток капитала, вот Центральный банк уже опубликовал цифры, порядка 63 миллиардов рублей, ой, пардон, миллиардов долларов, конечно, да. Это довольно большая цифра. И любопытно, что на этот год, вот прогноз Центрального банка на этот год в районе 70 миллиардов. Вот тот факт, что прогноз растет, намекает нам на то, что стратегическое ослабление рубля, ну, не обязательно таким большим темпом, который мы наблюдали там предыдущую неделю, скорее всего продолжится. И в этом плане, вот, в качестве такой простой, жизненной и понятной рекомендации, доступной для применения любым даже самым простым человеком, что вот 2014 год, а может быть и 2015, но 2014 очень вероятно, это будет год валютного депозита. Вот из всех там простых способов размещения денежных средств максимальный доход можно будет получить на валютном депозите. Особенно, если вы его открыли достаточно давно, когда ставки по валютным депозитам были гораздо выше, чем сейчас. Ну и сейчас вот те люди, которые обладают такими депозитами, весьма и весьма довольны. Вот. Если говорить, подвести некоторый логический итог, вот в первой части нашей программы, то основная причина снижения курса рубля заключается в том, что у нас отток капитала и импорт растет гораздо быстрее, чем растет российский экспорт. Основной выгодоприобретатель, то есть тот, кому выгодно, это государственный бюджет и крупные экспортеры, во вторую очередь представители реального сектора, которые конкурируют с импортной продукцией. Ну а заплатят за девальвацию снижением своих доходов простые граждане, ибо примерно треть расходов среднего россиянина – это валютные товары. Рост стоимости доллара автоматически их удорожает. Вот. Соответственно, мы станем немножко беднее и снижением своих доходов заплатим за благополучие бюджета и за рост доходов наших экспортеров, которые являются основой российской экономики. Ну, таймер подсказывает мне, что мы сейчас уходим на рекламу. Не переключайтесь, через несколько минут мы вернемся и продолжим разговор на тему, чего ждать, какие решения принимают наши монетарные власти, и у вас будет возможность задать свои вопросы. Телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495, звоните и спрашивайте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжается программа «Револьвер». Телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495. И у нас есть несколько телефонных звонков. Давайте их примем. Алло. Сергей Александрович. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот какой вопрос. Ну, вы, конечно, знаете, что с 1 февраля Центральный банк изменил порядок операции РЭПО для банков, которые пользуются этими инструментами. Что если раньше эта штуковина проводилась каждый день, то теперь она проводится раз в неделю. И в этом не проводится, а будет проводиться раз в неделю, с 1 февраля. У меня в этой связи к вам вот какой вопрос. Как вы полагаете, если у банков нет наличных рублей, откуда возьмется рост валюты? А если в качестве РЭПО предлагаются долговые бумаги с фондового рынка, а рост валюты, естественно, идет по пути снижения индекса ММВБ или РТС бывшего, то суммы, которые могут быть направлены на РЭПО, естественно, меньшего объема. И, опять же, наличная рублевая масса вот таким административным путем просто сбивается. Откуда возьмется рост валюты, если у банков нет денег для проведения такого рода? Вы подметили очень характерное явление. Это тоже один из способов воздействия Центрального банка, в том числе и на курс рубля, а именно ограничение или, наоборот, увеличение предложения рублевой ликвидности. Дело в том, что Центральный банк с одной стороны заинтересован в том, чтобы ликвидность на рынке присутствовала. С другой стороны, если эта ликвидность направляется туда, куда не нравится Центральному банку, понятно, что если Центральный банк тратит значительные деньги из резервов на поддержание курса рубля, то он никоим образом не заинтересован в том, чтобы валютные спекулянты, будь то банки, будь то небанковские структуры, играли против рубля. И с целью наказать спекулянтов, да, весьма вероятно, что он просто проводя аукционы РИПО реже, регулируя состав бумаг, которые в РИПО принимаются, что весьма вероятно, что Центральный банк в числе прочего таким способом пытается снять давление с рубля. Если вспомнить тактику действий Центрального банка, я предполагал чуть позже об этом поговорить подробнее, но если вспомнить, то Центральный банк неоднократно управлял и интервенциями, привлечением ликвидности так, чтобы вот, ну прям наказать тех валютных спекулянтов, которые проводят политику, которая противоречит желаниям Центрального банка. И вот то, о чем вы упомянули, скорее всего, это хорошо укладывается в подобную схему. Вот у нас на линии Александр, давайте примем еще один звонок. Алло. А, вот, к сожалению, звонок сорвался, поэтому продолжим. Вот вопрос слушателя, кстати, логично подвел нас к такой теме, как действия руководителей монетарного блока, их словесные высказывания и те действия, которые руководимые ими Министерство ведомства производят. Естественно, если говорить о девальвации, то во главу угла стоит поставить Центральный банк России. Именно Центральный банк производит наиболее значимые действия на валютном рынке, именно его политика и удерживает рубль от еще большего снижения. Давайте посмотрим, что нам говорили руководители Центрального банка. Потому что, с одной стороны, понятно, что никакой профессиональный чиновник никогда не будет публично говорить то, что противоречит официальной линии. С другой стороны, иногда, анализируя открытые публичные высказывания чиновника, между строк можно понять те или иные намерения чиновника или ведомства, которые он представляет. И вот Эльвира Набиулевна четко сказала, что Центральный банк не ушел с рынка. Что несмотря на то, что Центральный банк декларирует переход к политике не удержания валютного курса, а регулирования инфляции, несмотря на это, Центральный банк на рынке присутствует. И хотя валютный коридор сдвигается вверх, это не мешает Центральному банку при подходе курса к границам валютного коридора осуществлять довольно массированные интервенции. Сегодня еще не опубликованы сведения, но по мнению экспертов, возможно, сегодня поставлен очередной рекорд. Может быть, Центральный банк продал 2 миллиарда долларов с целью поддержать наш рубль. Но, с другой стороны, чуть раньше глава Центрального банка заявила, что деньги необходимо держать в той валюте, в которой вы будете их тратить, и главное для большинства граждан – это ценовая стабильность. Как вследствие, Центральный банк в основном концентрирует свои усилия на контроле над инфляцией. Инфляция у нас, по крайней мере, пока достаточно низкая, что и позволяет Центральному банку, если не отстраниться, то намного менее плотно контролировать валютный курс. Это слова руководителя Центрального банка. Тоже сегодня, вот в предыдущей части программы, один из слушателей обратил внимание на то, что другие центральные банки, а с проблемой падения курса валюты национальной, столкнулся отнюдь не только российские монетарные власти, но и власти многих развивающихся стран. Вот тот же самый Центральный банк Турции действовал абсолютно решительно. Ставка была поднята с уровня 7,75% до 12%. Для однодневных изменений это огромный рост процентной ставки. И, в принципе, результат был получен. Падение турецкой лиры остановилось, и она даже несколько укрепила свои позиции. Кстати говоря, это косвенно намекает, каким оружием может воспользоваться Центральный банк, если традиционные методы не приведут к тому или иному результату. Но, если смотреть на ситуацию с практической точки зрения, вот сейчас явно многих людей беспокоит вопрос. Те, кто имеет рубли, идти и менять их сейчас, или же подождать чего-то. С учетом того, что курс рубля падал очень и очень резко, даже драматически резко, это не характерно, весьма вероятно, что в течение одной, двух, трех недель, точнее, к сожалению, трудно прогнозировать, скорее всего мы увидим некоторое движение в обратную сторону. Все-таки нефтяные цены остаются достаточно высокими, госбюджет практически не имеет дефицита, резервы Центрального банка очень велики, и в этих условиях ждать продолжения падения рубля тем же темпом, как мы наблюдали ранее, нет оснований. С другой же стороны, нужно немножко понимать и психологию участников валютного рынка. Те же самые банки, продавая и покупая валюту, реагируют, в числе прочего, и на настроение тех же самых граждан. И если посмотреть на разницу в ценах покупки и продажи, которая официально называется спредом, вот в любом обменном пункте есть цена покупки или есть цена продажи, то реакция банков была расширение спреда. То есть сейчас вот разница между ценой покупки и продажи заметно больше, чем это было еще в не столь давние достаточно спокойные времена. Соответственно, мне кажется, что выигрышная стратегия тех, кто там думает об обмене своих рублей на доллар, это немного подождать. За любым движением любого финансового рынка в одну сторону, как правило, следует некоторое движение в обратную сторону. И если это произойдет, а это достаточно вероятно, то у людей будет возможность совершить обмен, купить те же самые доллары по более благоприятной цене. Когда спадет ажиотаж, банки отреагируют на это с сужением спреда, то, соответственно, на рынке будет лучшая цена. Опять-таки, любой прогноз такого типа имеет всего лишь некоторую вероятность исполнения, это вовсе не стопроцентно. Но, тем не менее, одно верно безусловно. Попытка покупки любого актива во время ажиотажа приводит к тому, что за этот актив приходится иногда достаточно сильно переплатить. Поэтому здесь вот некоторая выдержка пойдет на пользу. Если же говорить о горизонте более широком, там где-нибудь до конца года, то, скорее всего, весь 2014 год это будет годом ослабления рубля. И наилучшей стратегией из простых, которая доступна простому человеку, это валютный депозит. Да, там меньше проценты, заметно меньше, чем в рублях. Но вместе с тем, для того, для кого главное сохранить, не приумножить, а сохранить, это может служить достаточно хорошей стратегией. Интересно, что нам говорит, помимо, вот из Министерства ведомств монетарного блока, вот мы о Центральном банке поговорили, о действиях нашего Центрального банка, о действиях там зарубежных. Интересно, что нам говорит Минфин. А Минфин в лице его главы ведомства, господина Улюкаева, достаточно четко говорит, что инфляция у нас достаточно низкая, как вследствие, до тех пор, пока инфляция достаточно мала, Минфин достаточно положительно относится к снижению валютного курса. Кроме того, некоторую тревогу внушает такое высказывание нашего министра финансов, как счет текущих операций останется профицитным в среднесрочной перспективе. Любой человек, знакомый с анализом рынка, знает, что эвфемизм среднесрочной перспективы обычно используется тогда, когда эксперт не совсем уверен в том, что он прогнозирует. А если таким образом истолковать слова министра финансов, то это говорит о том, что Минфин не совсем уверен в сохранении положительного притока валюты в страну, а если этого положительного притока не произойдет, то снижение курса рубля естественным образом продолжится. Подводя некоторый логический итог, какие выводы можно сделать? Менять рубли на доллары лучше тогда, когда ажиотаж хоть чуть-чуть спадет. По мнению многих экспертов это будет через 2-3 недели. В качестве спокойного, консервативного, низкорискованного актива для сбережения своих средств на горизонте год-два лучше всего смотрится пресловутый доллар США и, соответственно, валютный депозит. На следующей программе, скорее всего, мы с вами обсудим такой набор подходов, как управление личными финансами. Это стратегия того, какие решения принимать, во что вкладывать и как расходовать личные деньги таким образом, чтобы при прочих равных условиях извлечь максимальную выгоду. Управление личными финансами само по себе не заработает вам какие-то сверхдоходы, но оно подскажет, как вести себя таким образом, чтобы заработанные вами деньги принесли вам максимальную пользу. Вот такая вот дисциплина, которая является классической во многих развитых странах, но почему-то почти неизвестна россиянам. И в рамках управления личными финансами как раз посмотрим, как к тому времени через неделю будет вести себя валютный рынок. С вами был Сергей Хистанов и программа «Револьвер». Телефон студии программы 651099.6, вход Москвы 495. Соответственно, пишите на сайт и задавайте вопросы, которые мы обязательно обсудим в следующей программе. Спасибо, а я прощаюсь с вами. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok